Это видео будет содержать спойлеры с самого начала, поэтому я вас предупреждаю сейчас, прежде чем идти дальше. Вау. Просто вау. Какой эпизод Сёгуна появился? Только что вышел девятый эпизод шоу, и я думаю, можно с уверенностью сказать, что это определенно самый важный эпизод, который был до сих пор, особенно когда речь идёт о том, чтобы определить судьбу будущего Японии. Сморикор, пожертвовавший собой в конце и получивший цель своей смерти, будучи свободной от позора, который обременял её всю жизнь, и предательскими действиями Ябуси Гэ, которые мы видели проблески на протяжении всех девяти эпизодов, достигнув своего пика в этом кульминационном предпоследнем эпизоде, эпизод 9 был всем, к чему стремилось шоу. Итак, давайте больше не будем ждать, мы прыгнем в эпизод и разложим всё, что можно было из него вынести. Вот Сёгун эпизод 9, объяснение концовки. Воспоминания в начале. Эпизод начался с воспоминаний о жизни Морикор после смерти отца. 14 лет назад Морикор впервые была в Сюнайском регионе, сбежав от Тодды Бунтаро, который спас её от смерти, но она хотела найти это, что она всё ещё делает и сегодня. Она видела свою жизнь как бездну, по аналогии с 8 эпизодом, и не видела в ней смысла. Вступительный раздел был очень важен. Она впервые встретила отца Мартина Альвита и познакомилась с католицизмом, религией, по которой жила в следующие 14 лет, и именно там получила своё имя – Мария. Это имя исторической личности, на которую была основана леди Морикор Тодда, Экэчитама, также известной как Тамако, и она приняла христианство. Они подумали, что это хороший штрих, что они решили включить его в шоу. Вторая причина, по которой это было важно, заключалась в том, что это очень хорошо сочеталось с концовкой. Было сказано, что она искала смерти, и в самом конце это было именно то, что она искала его по разным поводам, однако характер её смерти принял совершенно иной смысл, чем то, что он делал бы вначале. Морикор сказала, что жизнь и смерть имеют ценность, и у них обоих есть цель, и во время вначале её смерть не имела бы никакого смысла. Она убегала и умирала в одиночестве, в то время как в конце, увидев, что она стоит перед дверью, защищая тех, кто находится внутри. Она была готова умереть за дело. За дело, за которое боролся её отец, много лет назад она умерла с целью, которую всегда хотела у неё была. Наконец-то она сбежала от жизни, которой больше не хотела, и её смерть что-то значила. Смерть Марикор и её значение Смерть Марикор была определенным моментом, который украл эту серию. Ей трижды по ходу часового эпизода грозил смертный приговор. В первый раз, когда она пыталась выйти из замка Осаки, и была практически убита на месте. Во второй, когда она собралась совершить цепуку, а третий раз тогда и случился, её встретил взрыв распахнутых дверей. Смерть Марикор произошла из-за совместной работы Ишидо и Ябусигая. Ишидо оказался между молотом и наковальней, понимая, что если Марикор совершит цепуку, то в Осаки поднимется восстание знатнейших семей, но если отпустит её к Таранаге, то и все остальные заложники захотят уйти. Так что, исходя из собственных интересов, он дал ей бумаги, которые позволяли ей уйти, но они не стоили бумаги, на которой были написаны, и это никогда бы не стало правдой. Он хотел показать, что она могла уйти, но затем заложницы её бы взяли, и другим казалось, что она ушла. Ещё он втянул Ябусиге, обещав, что тот не встретит смерть, если пропустит Шинаби. Не исключено, что если Таранага узнает об участии Ябусиге, ему это придёт с той же монетой. Считал, что действия Ябусиге невинны и забавны, но случай показал его трусливую тварь, меня заставив не любить героя. Он отказывался помочь Блекторну оберегать дверь, открывая его слабость и непригодность рисковать ради людей, которых сам подставил и предал. Морикор изначально смерть не приветствовала, она сопротивлялась. Сцена была режиссирована на отлично, мне она очень понравилась. Когда Синоби ворвались, а Блекторн выстрелил, это было эпично. Нет ожидания, сила на расстоянии была преимуществом. Но при бегстве в комнату с крепкими дверями, они оказались в ловушке. Синоби подорвали взрывчатку у двери, ведущей к смерти Морикор. Она стояла перед взрывной волной и погибла. Последние слова Морикор. Аякети Морикор, протестуй против позора Исида, купи мою смерть. Бесследно прерваны. Думаю, она хотела объяснить, что её смерть значила, но чувствую, мы это можем разгадать. Интересны её последние слова. Она называла себя Акечи Морико, имя своего отца, а не Морико Тодо, как звали Бунтаро и как всё обычно называли её. Это показывало, что она умирала за своего отца и знала, какой вес она смерть будет нести. Особенно если учесть, что она пришла от рук Ишида и его действиями, а не совершением Сэпуку. Это было её чувство, как будто она завершает план, который её отец разрабатывал всё это время, о том, что было много лет назад, прежде чем она умерла и почему он позаботился о том, чтобы она вышла замуж перед смертью. Это также связано с фразой, которую Морико сказала леди Атиба Ноката, когда-то спросила, не устала ли Атиба от всего этого. Морико сказала, что смерть – это не капитуляция. Цветы – это только цветы, когда они падают. Это показало настрой Морико в последние минуты её жизни, и она увидела красоту Вона умирала за дело, в которое верила и знала, что это будет способствовать переменам в водовороте противоречий между Ишидой и Торанагой. Она не беслистная ветвь, осевшая на снегу, а опавший цветок. Вероятно, смерть Морико поднимет бунт, обсуждавшийся, когда Совет проводил совещание, решая, что делать. Это вынудит лорда Ишиду утратить поддержку и освободить заложников, которых он хотел содержать в Асаке. Так, всё, чего он не хотел, произойдёт и ослабит его. Это приведёт к тому, что Торанага получит больше поддержки и, вероятно, одержит победу. Так, каков план Торанаги? В начале серии мы видели, что Блэкторн действительно был сбит с толку действиям Марика на лодке с ним и Ябусиги. Удивлённо наблюдая, он задавался вопросами о планах этой женщины, сражающейся с людьми Ишидо. Он планировал, чтобы она очистила Асаку от Ишидо, освободив тем самым заложников. Если бы она вернулась, Торанага знал, что делать. Но если бы она не вернулась, тогда она могла бы совершить цепуку, не выполнив волю своего господина, что позволило бы ей покинуть жизнь, которую она никогда не хотела продолжать после предательства отца. Его не удивило бы волнение после её смерти, если бы всё пошло так далеко. Но это было бы как убить двух зайцев, быть добрым к Марика и разгрузить её, а также усилить своё преимущество, за счёт общего волнения. Он готов был к тому, что волна пройдёт через всю Японию. Он ожидал такого исхода? Я лично не верил, что Торанага мог ожидать, что вызовут Шиноби и станет причиной смерти Марика. Даже мастер обмана не мог предсказать это. Но, возможно, думал, что Ишидо сделал бы всё, чтобы держать её там, поэтому мне действительно интересно увидеть его ответ в финальном эпизоде. Он потерял сына Нагакадо, верного друга Хироматсу, а теперь и Марико, к которой относился как к дочери после смерти яркого Генсая. Так вот, Торанага буквально жертвует всеми близкими ему людьми, чтобы это завоевать. Важная и небольшая деталь. В этом эпизоде была деталь, которая была иголкой в стоге сена, и я думаю, это было намерено. Это было то, что Делакруа был в курсе предстоящей войны, никто другой, даже господин Исида, не верил, что у Торанага есть козыри. Что было подтверждённый момент, когда он говорит Марика, что бесполезно давать ей документы для отъезда, она ведь скоро вернётся. Это лишь демонстрирует его полнейшее непонимание и наивность по отношению к сложившейся ситуации. Этот краткий разговор был скрыт за тактической игрой Марика и эпическим противостоянием в конце. Но это было не просто разговором между Делакруа и Мартином Альвито, это было сообщение шоу для нас. Ответ Торанаги будет ключевым и масштабным, а это война, о которой говорит Делакруа, скорее всего, битва при Секи Гахари. Я бы сказал, что единственной ошибкой Делакруа было то, что война продолжалась с того момента, как Торанага вошёл в комнату перед Ишидо и советом регентов ещё в первом эпизоде. Сходство с телесериалом 80-х. Глядя на телесериал 80-х, финальная сцена действительно разворачивалась примерно так же. Марика отказали в уходе к господину Торанаги. Она решила сделать себе сыпуку. Зная вред от этого, Ишидо разрешил ей уйти. Это было ловушкой. Ночью ниндзя были наняты, чтобы забрать её. Не так впечатляюще, как последние 15 минут этого эпизода. Но переживания и настроения передались. Прошло 40 лет, ждать столь же яркого эффекта не стоило. Но этот эпизод был великолепен. В 80-х сериале и романе Блекторна ранят. Интригует, будет ли зрение или слух повреждены после происшедшего. Марика в этом эпизоде, мы увидели другую сторону Марика, которую мне было интересно наблюдать. Было много моментов, которые, казалось, были очень эмоциональными. Уверенность в Марика, которой не было, когда она говорила с Ишидо. Она показала, что не уважает его и плевать на то, что он говорит. Поворотным моментом было, когда она говорила о горе Торанага из-за потери сына Нагакадо. Ишидо ответил, что у него есть еще полное неуважение, отчаяние, необходимость ухода, шок на ее лице, когда убивали людей перед ней. Она использовала всю свою энергию в борьбе с ними, зная, что битва неравная. Ее игра и партитура, написанная под нее, добавляли глубины и боли Марика внутри. Даже уверенность, которую она испытывала рядом с Гэжой Ачибан Окато, высказывание своего мнения без страха и воспоминание о том, как близки они были, близость в молодости и воспоминания о тех временах, уверенность в глубину боли внутри. Это был эмоциональный эпизод для Марика, и все, что было в ее голове во время включения, невозможно представить. В своем обзоре эпизода подумал, что это был замечательный эпизод Сёгуна. Непрерывный разговор, как и во всем шоу, был сердцем девяти эпизодов, а вокруг него случайные экшн-сцены добавляли ценность. Они просто держали зрителя в напряжении. Учитывая, что это самый длинный эпизод, я бы сказал, он казался самым быстрым. Этот эпизод принадлежал Марика, и она сделала его особенным. Шоу создало иллюзию безопасности, заставив нас думать, что Марика выживет и покинет Осаку, учитывая, что она дважды столкнулась со смертью, прежде чем наконец встретила ее, и даже во второй раз. Она была в нескольких секундах от этого, что делало окончание настоящим эффектом. Ябусига в этой серии играл важную роль. Он испытывал недоверие к Марика, когда велел ей не переводить для него. Он с трудом понял Блекторна, опасаясь, что у Тора Наги есть большой план. Он решил предать близких людей, чтобы спасти себя. Это показало, что в обществе, где честь была всему, у него ее не было. Он был готов на все ради своей безопасности. Сюжет Ябусига вел к предательству с разрушительными последствиями. Сюжетная линия Ябусига совершенно не обманула публику. Мне понравился дуэт леди Очибанаката и Марико на экране в этом эпизоде. Я не знал, от чего ожидать, будут ли они друзьями, врагами ли они и будут ли они недоброжелателями. Тем не менее, можно было сказать, что Марико видела насквозь, что Очибанаката делала сэшидо. И это еще больше укрепило тот факт, что она заботилась о безопасности своего сына. Когда Очибан отбросил ребенка Марико назад, я подумала, что это был такой сильный момент, потому что мы не видели Марико и ее сына. Но он был так легко готов отречься от своего имени и связей к ней, если она пойдет против Эшидо. Таким образом, это показало, что и Марико, и Отибан, несмотря на то, что они были воспитаны одинаково и имели различия, когда они были моложе, это было чем-то, что все еще продолжалось во взрослой жизни. Игру Джона Блэкторна я критиковал в течение нескольких недель, пока шоу выходило в эфир, но знаете что? На самом деле, сейчас мне очень нравится игра Космо Джарвиса в роли Анджина. Я прониклась персонажем, противоречиями в его восприятии культуры и заботой о Марико. Голос молитвы отца Мартина Альвито в титрах был пронзительным завершением эпизода после смерти Марико. Не ожидала, но конечные моменты были настолько быстрыми и напряженными, что молитва звучала зловеще. Это создало атмосферу во время титров. Искренне жалею, что в сериале всего один эпизод. Мне интересно, как завершат его, предположительно, остался час экранного времени. Надеюсь, что эпизод будет расширенным. Нужно, чтобы увидеть реакцию на смерть Марико, возможный провал Ишидо и Асаки при прибытии Торанаги и что случится с Ебушиги. Я возлагал большие надежды на то, что в сериале будет битва при Сикигахаре, но, честно, не думаю, что это произойдет. Это потребовало бы целую серию. И в сериале, который не обязан быть о битвах, где действие включается только за последние 15 минут. Это пошло бы вразрез с тем, что шоу строило из себя на протяжении этих девяти серий, но я смирился с этим. Нам не нужна общая битва, чтобы шоу было хорошим. Оно уже доказало свою эффективность. Сёгун определенно одно из лучших шоу на ТВ сейчас. И оно, вероятно, займет место как один из лучших мини-сериалов. Он завоевал большое уважение зрителей, и я думаю, что это полностью заслужили. Сценарий фантастический, темп невероятен, а выступления выглядят такими реальными. Я расстроен тем, что шоу завершается на следующей неделе, ведь я мог бы продолжать смотреть его. И еще печальней то, что мы знаем, что не будет второго сезона, но, как говорится, все хорошее когда-то заканчивается. Вот и все. Эпизод 9 Сёгуна Продолжение следует...